Вчера была информация, что из гибальцев были проблемы, но выяснилось, что дезинформировали Министерство обороны и рассказывали про Углегорск, а выдали его за гибальцево. Александр Фацевич, бывший десантник 79-й аэромобильной бригады. Бывших не бывает десантников. И Миша Мазай. Это специальное начало свидетельствовать вокруг того, что происходило с вами в Углегорске. Страна не спала и пыталась выяснить, что происходит. Возможно, мешали звонками, но часть этих звонков, скорее всего, помогла и поддержала. Первое, Углегорск уже не нашел. Ну, не наш город. И теперь все заявления, которые были там два дня назад, что полгорода принадлежит сепаратистам, половина нам можно отменить и говорить о том, что в следующий день граница проходит по дороге Углегорск-Дебальск. Ну да, но я так скажу, что два дня назад информация о том, что полгорода наше было, это благодаря 13 батальону и благодаря нам, то, что мы держали. У нас батальон, это 90? Нет, 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 это территориальный батальон, батальон был, вот, сейчас 13 батальон отдельный, вот, они находились на окраине города в направлении Инакева, вот, держали там опорный пункт. Это палуба, так называемый. Да, палуба. И мы, соответственно, интернаты, интернаты, какое-то время мы держали дом культуры, так как у нас людей, количество людей не хватало, чтобы держать даже дом культуры, мы отошли, вот, потому что заняли дом культуры, потому что знали, что идет подмога, подмога не дошла, смысла держать дальше было дом культуры не было, нас просто задавили. Вот, и вот это вот, вот мы держали, южную часть города практически мы контролировали, контролировали, хотя нас обстрелили, по нам работали, пока уже не подошла сильная помощь со стороны Кондратьевского, вот, колонны с техникой и с личным составом. Мы встречали на переезде между Донбасом и Дебальцевым. Сейчас очень много разговоров по поводу того, кто должен был прийти на помощь, кто дошел, кто не дошел. Я, как минимум, Донбасс и Семенчик, я там видел. Гвардейцы говорят, что были сложные бои, в том числе, к сожалению, и с Донбасом в городе, потому что отсутствовало взаимодействие между разными подразделениями, разными ведомствами. Саня, мы с тобой довольно долго были на связи, день и ночь пытались состыковать все в кучу, я видел абсолютно полное самообладание. Отдельно попрошу Локарчука записать для тебя акапельную, две песни, которые звучат, когда звонишь тебе на телефон, потому что, когда понимаешь, что там творится, набираешь, что там либо все будут добрые для каждого из нас, либо я не сдам себя без бою, причем поставленные были не во время того, как ты попал в Углегорск, а раньше, где они так чередовались друг с другом. Саня, ты реально в эту ситуацию должен. Расскажи ситуацию последних вот этих вот трех суток, когда, собственно, все началось. Мы очень много давали информации, которая нам приходила с территории ДНР по поводу стягивания техники четыре дня назад туда, когда в течение только одних суток в Донецке на Макеевку пошло 24 танка, 44 грузовика СБК, обо всем на каолике, обо всем на Кунгенштаб знал, что происходило в городе. И вот с момента, когда напали на блокпост за ЖД-переездом и дальше, вот сейчас слово тебе, я здесь замолкаю, мне очень важны слова очевидца, и Миша как человек, которого мы, в том числе и вчера, неоднократно видели, или напался туда-обратно снаружи. Сначала взгляд изнутри, что было, что происходило без выдачи военных тайн? Ну, это коротко, коротко, чтобы, да, все вспоминать, и вот, ну, где-то 28-го часа, 28-го, 5-го утра, ну, постоянно, постоянно, мы держали, в принципе, напряжение, не работала артиллерия, ну, ребята с 13-го батальона, корректировщики, работали в ответ, вот, но подтягивалась техника, постоянно подтягивалась, и 28-го числа прорвались, уничтожили один из двух постов, на ЖД-переезде на Малогорловку в городе, ворвались, ну, что там ребят...